Приветствую, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Наше ежедневное видео по улучшению качества жизни. Сегодня снова у нас репортаж из Морька. На самом деле, каждое видео, оно показывает какую-то грань. Хоть можно сказать о нем, о том, как улучшать качество жизни, как жить осознанно. И вот я заметил такую важную вещь, что человек живет осознанно, когда он присутствует здесь и сейчас. И все, что выбивает из настоящего момента, это наши тревожные мысли, осознания какие-то, которые уводят нас куда-то в прошлое, заставляют нас чувствовать себя не таким, каким мы есть. И вот я заметил еще такой важный момент, что когда мы нечестны с собой, с друг другом, то происходит вот этот какой-то процесс обесценивания. Происходит процесс, когда мы не можем четко действовать и осознавать то, что происходит. И вот технология, процессинг, которую я применяю, она позволяет убрать этот негативный заряд и стать осознанным и счастливым человеком. То есть в каком плане? Мы убираем то, что накопилось внутри нас, то есть вот этот негативный потенциал. Давайте приведем пример. Вот, например, с человеком получается какое-то негативное происшествие. То есть это может быть физическая травма, психическая. Человека, например, напали или он попал в аварию, или, например, заболел. Все это записывает своего человека на уровне подсознания, то есть в реактивном уме, который действует на основе стимулы реакции. И вот когда от человека приходит, например, какое-то сходное обстоятельство, например, кто-то сказал что-то подобную фразу, или появилось какое-то такое же, ну, например, ощущение, да, то есть внешние обстоятельства рестимулируют что-то в человеке, и у него проявляется вновь это заболевание. То есть может начать болеть голова или вместо травмы, и, например, он сломал ногу, у него вдруг начинается какая-то боль. То есть это называется психосоматика. То есть что такое психосоматика? Это когда разум делает тело больным. И уже новой германской медициной было доказано, что те заболевания, которые мы считали обычными, естественными, даже такие заболевания, как рак, как, допустим, ну, любое заболевание, оно имеет психосоматическую природу. То есть почему это происходит так? Потому что у человека происходит психологический конфликт, и он влияет на человека. И потом человек в результате этого конфликта становится подавленным. То есть что такое стресс? Это состояние подавленности, если сказать по-русски. И в этом состоянии подавленности человек действует уже неосознанно. То есть он начинает цепляться за какие-то болезненные эмоции, ощущения, и впадает в состояние бессознательности. То есть начинает терять осознанность. И вот чем больше осознанности он потерял, тем сложнее ему становится. То есть он начинает действовать уже не так, как действовал раньше. Начинает действовать не во благо себе, а разрушать свое тело, свой разум, то есть и, соответственно, делать тело больным. То есть вот, например, люди обращаются с разными заболеваниями. У кого-то это просто какое-то хроническое ощущение страха, панические атаки, или, например, боль в голове, или человек не может, например, сделать что-то, что он хотел бы сделать. Но самое главное, что это не просто справиться с заболеванием каким-то, это исцелиться, то есть стать целостным. Целостность – это когда у вас уходит разделенность. То есть когда вы осознанно можете действовать во благо для себя и для других. То есть у вас нет вот такой разделенности, там, это хочу, это не хочу, надо, не надо. Ну, я имею в виду, когда одновременно бываете, знаете, такое, как состояние проблемы. То есть одновременно хочу и не хочу, хочу, не хочу. Вот эта разделенность уходит, и вы начинаете действовать осознанно. То есть во благо для себя и для других людей. И вот в этом состоянии осознанности вы получаете от жизни самое важное и лучшее. Теперь давайте посмотрим, как с этим справиться. То есть, когда у человека возникает вот этот травматический опыт, я же говорю, это может быть физическая травма, психологическая. Важно не отстраняться от этого, не, как говорят, забудьте, да, все это прошло. Ну и в то же время не драматизировать это, да, то есть не постоянно вспоминать, а вернуться в этот случай и перепрожить. И вот процессинг – это как раз практика, которая помогает человеку перепрожить это. То есть перепрожить этот негативный опыт в своем уме, в своем сознании и исцелить его. То есть исцеление происходит за счет перепроживания, восприятия как есть. И при этом уходит негативный заряд. То есть чем больше негативного заряда у человека ушло, тем лучше. И, соответственно, вот в этом состоянии у него улучшается восприятие, и он становится осознанным, радостным и счастливым. Вот такой вот способ. И эта практика, я уже ее использую в течение 20 лет. Вот, исцелил у себя многие вещи, которые касались негативных восприятий, страхов, болезненных эмоций. И теперь помогаю другим людям, то есть помогаю им тоже улучшить свое состояние и стать осознанным, радостным и счастливым. И в этом состоянии гораздо приятнее действовать. То есть потому что человек, когда он осознан, он действует во благо для себя и для других людей. Вот в этом состоянии осознанности каждый может получать от жизни самое наилучшее. Вот, давайте посмотрим, как это работает, и сделаем практику, которая помогает человеку в улучшении состояния. Вот эта практика займет несколько минут, вот, и в течение этого времени вы сможете улучшить свои восприятия и стать более осознанным, радостным и счастливым человеком. Вот, сядьте или лягьте в удобном для вас месте, чтобы вас никто не отвлекал. Вот, создайте пространство для сессии, закройте глаза и ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Почувствуйте, какие есть негативные эмоции восприятия в этом пространстве, откуда они проистекают, то есть какова их причина. Вот, посмотрите случаи там, где они проявляются или проявились. Вот, и дальше исследуйте эти случаи, то есть посмотрите, что там есть. Просто перепроживите эти случаи один, два, три раза, может быть, пять раз, сколько необходимо, пока вы не почувствуете облегчение. То есть облегчение говорит вам о том, что энергия, негативный заряд оттуда ушел. Вот, если, например, он не уходит, вы чувствуете, что он накапливается, посмотрите, есть ли более ранние подобные случаи с таким же ощущением, страхом, эмоцией, болью. И вот, когда вы это уберете, вы почувствуете облегчение, то есть вы нашли более ранние подобные случаи, пройдите его тоже несколько раз до состояния облегчения. Вот, и в этом состоянии облегчения вы можете завершить практику, то есть и перейти к следующему ощущению. Так вы проработали, например, страх смерти. Двигайтесь дальше, проработайте болезненные ощущения, как, допустим, которые у вас есть другое. И вот так прорабатывая болезненные ощущения, вы можете улучшить свои восприятия и стать более осознанным. То есть, вот таким образом можно делать практику самостоятельно, либо с вашим напарником. То есть, что значит с напарником? Он помогает вам проходить эти случаи. Так будет гораздо интереснее и, самое главное, эффективнее. То есть, потому что, когда вы делаете сам, вы можете что-то упустить, вам может быть сложно это сделать. А с напарником это гораздо проще. Я, когда провожу процессинг, да, человеку, я помогаю ему заглянуть все глубже и глубже и открыть внутри себя те восприятия, которые сам он, бывает, не открывает. Это может быть тянуться даже в случае из периода раннего детства или внутриутробного развития. Мы заглядываем и в прошлые жизни. То есть, все это, можно сказать, даже некоторые считают фантастикой, но на самом деле это все реально. То есть, мы можем исследовать свой опыт вплоть до самых-самых ранних эпизодов, да, то есть, и найти то, что действительно влияет на нас коренным образом. То есть, мы можем коренным образом поменять нашу жизнь. То есть, сделать ее радостной, счастливой и, самое главное, наполнить ее счастьем. И в этом состоянии мы можем действовать. То есть, можем действовать осознанно во благо для себя и для других людей. Вот, потому что, что такое человек? Человек – это совокупность. Это совокупность духа, души, разума и тела. И вот, когда человек меняет свой разум, то управляется его состояние душевное. И самое главное, еще не забывайте о физическом очищении. То есть, физическое очищение заключается в чем? Это переход на растительную пищу. То есть, кушать фрукты, овощи, зелень, необработанные, то есть, имеется в виду органические и, самое важное, в сыром виде. Вторым важным моментом является очищение, то есть, программа очищения, которую я провожу в бане. То есть, когда человек пьет витамины, минералы, масла, бегает и дальше парится в бане для очищения, для того, чтобы очистить тело от токсинов, радиации, пестицидов, гербицидов, наркотиков, алкоголя, лекарств, от всего, что там накопилось. И вот на этой программе человек в течение двух недель полностью очищает свое тело и организм. Эта программа, можно проходить ее как индивидуально, так и в группе. Вот, поэтому, если вам это интересно, напишите мне в личные сообщения, я вам расскажу подробнее. Также я организовал обучение, то есть, обучение курсам, которые направлены на увеличение осознанности и на том, чтобы действительно справляться с жизнью. Это курс «Достоинство и целостность личности», где вы убираете из жизни проступки, утаивания и становитесь целостным человеком. И курс «Преодоление подъемов и спадов жизни», где вы учитесь обнаруживать подавляющих личностей, социальных личностей и выбирать друзей таким образом, чтобы они были социальные, чтобы ваше общение складывать. Вы убираете из жизни подавленность и токсичные взаимодействия. То есть, на этот курс можно записаться, написав мне в личные сообщения, все мои контакты указаны будут под этим видео. Также, если это видео вам понравилось, было полезным, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписчик. И, конечно же, добавляйте друзья в соцсетях, я открыт к общению, буду рад вам. Поделитесь этим видео с вашими друзьями и включите колокольчик, как напоминание о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. Также в описании моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Их можно скачать по ссылкам в описании. Вот, и на этом, пожалуй, будем заканчивать. И также сейчас появятся на экране у вас новые видео. Это видео о том, как изменить судьбу и видео о практике процессинга счастья. Посмотрите их обязательно и практикуйте. Практикуйте процессинг, это поможет вам в улучшении качества жизни. Если нужна бесплатная консультация, напишите мне в личные сообщения, и мы ее проведем в удобное для вас время. Я вам желаю счастья, осознанности и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok